Здравствуйте! Меня зовут Нила. Мой проект называется «Урка». Это короткомитражная комедия, длиной 20 минут. От меня до вас сейчас расстояние составляет приблизительно два дяди. Дело в том, что, когда я была маленькая, я узнала, что рост моего дяди Паши составляет ровно два метра. С тех пор я привыкла все расстояния измерять своим дядей. Месяц назад на подоконник я посадила клевер и очень рассчитываю на то, что вырастет как можно больше ростков с четырьмя листиками, чтобы при необходимости рвать, пушить и загадывать желания, когда это требуется. У меня есть друг, его зовут Усама, и он рыба. Его мне подарила незнакомая женщина на рынке, когда на его вопрос, кем я хотела стать в детстве, я рассказала, что в детстве я никем не хотела стать, я просто хотела сшить всем рыбкам шубки, чтобы они не мерзли подальдом. Я не работаю на стойке регистрации в аэропорту, но если бы я работала, я бы обязательно сажала всех одиноких людей рядом друг с другом, чтобы за время полета они успевали познакомиться, подружиться и, кто знает, может быть, создать семью и перестать быть одинокими. Я не работаю в аэропорту, а моя героиня Улка занимается как раз именно этим, а также всеми вышеперечисленными вещами и имеет еще целую кучу забавных и милых странностей. Например, недавно она придумала такую штуку, чтобы все парни, которым она нравится, начинали светиться нежным зеленым цветом. Таким образом, она могла бы сэкономить целую кучу времени на ненужном клирте. Согласитесь, очень удобно. Ее коллега Митя как раз светится таким нежным зеленым светом, отраженным от своего компьютера, но Улка этого в форме не замечает. Все дело в том, что она постоянно смотрит передачи Виктора Винера, который с телеэкрана еженедельно призывает нас не идти за судьбой, а строить свою жизнь самостоятельно, не принимать никаких посылов и мы всего должны добиваться сами. Улка в это верит и следует его рекомендациям регулярно. Так и течет ее жизнь, медленно и размеренно. Ровно до тех пор, пока очередная передача Виктора Винера не прерывается экстренным сообщением о том, что к земле приближается черная дыра, и жить нам всем осталось совсем недолго. Улка сначала пугается и боится смерти, но затем он вспоминает уроки Виктора Винера и понимает, что раз она сама решает, как ей жить, она сама должна решать, как ей уверить, не дожидаясь никакой черной дыры. Поэтому Улка хватает свою рыбу в самую подмышку и бежит на улицу совершать суицид. Она в это время три попытки, все три будут неудачные с точки зрения непосредственно суицида, умереть ей не удастся, но за это время она пришла снова за друзей, встретить свою любовь и узнает, почему теория Виктора Винера не верна, что иногда нужно просто расслабиться, довериться судьбе и плыть по течению жизни. И в конце, конечно же, конца света не случится, и все будут жить долго и счастливо. Я хочу сказать, что нужны всякие фильмы, и всякие фильмы, безусловно, должны драмы, комедии, авторское кино, зрительское кино, ужасы, триллеры — это все, безусловно, замечательно и нужно, но также известно, что фильм — это поступок. И я бы очень хотела совершить вот этот самый очень добрый. спасибо. Прекрасно. Я только одной фразой сказана, она еще там звонит, что с ней случилось дальше. Это отдельная история. Могла быть очень интересная — исследовать какую-то странную девицу, которую устраивает, она такая вдохновенная сваха. И это интересно, какие препятствия, какие разочарования и так далее. Нет? Автору показалось мало. Она добавила нам, блин, еще ее личную историю, плюс «Черные дыры». Это отдельная тема, отдельное исследование, как люди вот в преддверии этого себя ведут. Да, интересно, а я хочу умирить сама. Это отдельная тема. А сейчас получается, это такой микс, а когда перемешается, я даже не знаю, какой он будет на вкус. Какой он будет на вкус? Он будет милый, добрый, очень интересный. А на самом деле, это такой микс. Режиссер задал вопрос. Режиссер-режиссер, а как это будет на вкус, когда вот эти истории будут? Долгих тем, разных тем. Я не понимаю, зачем такое. На самом деле, это все одна тема. Ты же продюсер. Какая тема? Это тема, что человек, как человек борется со своим одиночеством. То есть у нее все эти страны бесконечные. Зачем? Зачем дыра? Зачем конец света? Это же просто с этим, то есть, условия, при котором она начинает двигаться. И получается, что я вообще хотел рассказать эту собаку. Я вообще хотел такой микс у меня, знаете, тут у меня и соки, и овощи, и мясо, и вообще все что угодно. А главное, что не съедобно получается. Вот в чем дело. Да, Вера, вы хотели тоже присоединиться. Можно, да, я хочу присоединиться к предыдущему оранжу? Забыла, так забыла. Да. Я хочу сказать, что это полотенец и... Чистенько встречается, при ней ворполь. Вот и теперь живут. Дело в том, что на самом деле это серьезный вопрос, потому что у вас, с одной стороны, вы хотите одеть всех рыбок в шубки, но тут же они погибнут, на самом деле, от ваших шубок. Вот нечто подобное во всем вашем сценарии. Вы очень многого хотите, много построили каких-то различных замков, вплоть до того, что вы заботитесь о копировальных листочках. Вы представляете, вы их не читали, вот я вот хочу вам рассказать, а это на себе должен. В этой области вообще... Легко, я не протяни, конечно, извините меня. Да, я не делаю. Потому что, на самом деле, автор заботится о судьбе копировальных листочков, которые лежат внизу, чтобы они были задействованы, на них пойдут наверх, чтобы они тоже не обиделись. Кстати, Диана, ты герой, ну что, автор заботится. Знаете, я просто хочу сказать вам, простите, за все рост этого выступления, но на самом деле, это, во-первых, чистая литература, абсолютно не драматурги, абсолютно не драматурги. Во-вторых, это абсолютная такая фантазия именно литература. Вы, как рассказчик, вы, может быть, вы даже, я прощавшиваясь в 2006 год из свободных художников, пишите там рассказы, повести и так далее. Вы, наверное, не знаю, как написано здесь в вашем... Нет, я не знаю, я не знаю, с ним... Я с другой словами. А, это вы? А, тогда вы предложите, пожалуйста. Значит, просто, я хочу сказать, что, на самом деле, вы скорее литератор, чем драматург. Вот в данном случае, я не знаю, как вы же скажете. Я говорю о конкретной работе вот этой самой в вашей конкретной работе. Понимаете? То есть, мне кажется, что это намерение какое-то, которое всегда вы несете добро, вы хотите, чтобы все попробовали о том, как легко только мужчину подседу, как шибко посадить пару в самолете, чтобы они влюбились друг к другу. Это все настолько наивное, простодушное и замечательно, но только мне в данном случае и кино. Понимаешь? Спасибо большое. Я не хочу оправдываться, просто я была немножко в других условиях и была лучше на написании в собственном случае за один день. То есть, у меня было три дня на написании. И я уверена, что дальше я буду смотреть в работе, как вы будете совершенствовать. Дивидантизм, очень красиво. Еще совет. Спасибо. 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 Да. АПЛОДИСМЕНТЫ